Но как бы ни совершенствовались медицинские технологии, воля самих больных по-прежнему остается одним из главных факторов успешного лечения. Это можно отнести и к тем, кто по волею судьбы оказался инвалидом. Наш корреспондент Кристина Титова познакомилась с человеком, который сумел наладить полноценную жизнь без обеих рук. Да, это РГСУ. Добрый день. Человек на другом конце провода вряд ли подозревает, что у Лёши нет рук. Что не мешает Алексею быть незаменимым сотрудником в социальном университете. Для ответа на телефонные звонки приспособлены наушники, документы готовятся, распечатываются, относятся на подпись. И в коридорах Лёша уже никто не удивляется. Привыкли. Пожалуй, только степлер пока не поддается. Скреплять страницы остается коллегам. Но кто знает, может и степлер сдастся. Так же, как и дверь, которую без рук Алексей открывает и закрывает ключом. А главная заслуга – создание электронной базы. Специальную программу Лёша подбирал и внедрял сам. Рука-то есть, набирайте ей можно, клавиши. Проблемы только с двойными клавишами. Когда, допустим, Shift-F5, Shift-F7, двойные клавиши сложно набирать. Это нажимая рукой и, допустим, носом какую-то другую клавишу. За каждым движением, о котором здоровый человек не задумывается, стоит каждодневный труд. Не сразу получилось надеть наушники, открыть форточку или закрыть её. Ещё сложнее расписаться в журнале. Но и эта высота тоже взята. В большом, как бы, заслуга именно тех людей, которые меня окружают, а не меня самого. Потому что, если бы не было бы их, неизвестно, как бы пошёл мой жизненный путь обычного человека. Про личную жизнь обычного человека Алексей рассказывает в машине, по дороге на тренировку по плаванию. Он спортсмен-паралимпиец. Без улыбки о семье не говорит. Познакомились, ну как, как нормальные молодые люди на дискотеке. Я её пригласил на медленный танец. И после медленного танца мы уже не расставались. Всё, как бы, банально просто, но как в жизни, как в кино, можно сказать. И получается у нас любовь с первого взгляда. А несколько лет назад родилась дочь. Папа переживает, что мало времени уделяет семье. Львиную долю забирает плавание. К спорту Лёшу тянуло давно, ещё до травм в 14 лет. После операции всегда спортивный Алексей стал прибавлять в весе. Сказывались гормональные лекарства и малоподвижный образ жизни. Выход был только один. Накачанные мышцы не остались незамеченными. В итоге призы по бодибилдингу. Но потом здоровье сказала стоп. И врачи посоветовали перейти на плавание. Лёш, шапку тоже, да, сложно надеть? Не, а её невозможно. На самом деле инвалиды оказываются более спортивные, более целеустремлённые. У них больше горят глаза. Они более счастливые, чем мы. Обычные совершенно люди, которые могут иметь всё. Но они говорят, у меня просто времени нет. Тридцать восемь, тридцать четыре. Очень хороший результат. Молодчина. Это один из самых главных плюсов моих занятий плаванием. То есть то, что как бы вот оно мне здоровье даёт. Тренажёрный зал Лёша не забывает. Он давно привык, как новички реагируют на него. Сразу начинают помогать. А потом, обнаружив вес, который поднимает человек, с ограниченными возможностями теряются. Да, я как бы инвалид первой группы. Я хотел бы, чтобы у меня были руки. Это как бы там неоспоримый факт. Но я счастлив. У меня всё есть. У меня есть любимая жена. У меня есть дочка. У меня есть место, где я могу трудиться. Я занимаюсь своим любимым делом. Я занимаюсь спортом. Я не говорю, что мне там жить легко, что мне всё легко даётся. Я как бы всё легко достигаю. Нет, это очень тяжело не только мне, но и тем людям, которые идут со мной рядом. Это и от них требует и мужества, и силы, и героизма. И подчас больше, чем мне самому. И всё возможно в этом мире.